На форуме «Армия-2021» военная медицина была одной из ключевых тем. В отличие от гражданских докторов, об успехах военных нечасто говорят, хотя побед немало. А форум – как раз своеобразная площадка для демонстрации достижений. Один из ведущих центров инновационных разработок – госпиталь Вишневского. Среди медиков, да и пациентов, госпиталь давно на слуху на него равняются. Врачам не раз удавалось спасать, как говорят, безнадежных. На стенде госпиталя два уникальных прибора. Один из них пока проект, но по оценкам медиков с большой перспективой. Мы видим идею создания и макет этого аппарата ударно-волновой литотрепсии, комбинирного аппарата, который позволяет выполнять дробление камней в наиболее щадящем режиме с помощью применения трех генераторов ударных волн. Позволяет проводить литотрепсию любых конкрементов, любой локализации и в принципе любой плотности. Кроме того, операционный стол, на котором базируется литотрептор, позволяет выполнять некие хирургические операции в виде контактной литотрепсии, лазерной литотрепсии, установки внутренних стендов, нефростомии, что позволяет значительно сэкономить время, ресурс и уменьшить осложнения. Еще одно ноу-хау – аппарат «Тианокс» для ингаляционной терапии. Разработка отечественная ученых-физиков-ядерщиков из Сарова. Он синтезирует оксид азота из воздуха. Аналогов в мире нет. В 1998 году за открытие роли оксида азота в регулировании процесса в человеческом организме получена Нобелевская премия. И после этого он начал использоваться в клинической практике. Но первые работы были сделаны на баллонных технологиях. Когда оксид азота производился на заводе, дальше заправлялись баллоны, баллоны везлись в соответствующее медицинское учреждение и дальше, в общем-то, лечили. Но оксид азота газ нестойкий. Он очень быстро доокисляется до уровня НО2. А НО2 с водой – это азотная кислота. Я всегда говорю, что, наверное, бодрит, но вряд ли помогает. По всему поводу, в общем-то, возникла идея поставить возле кровати больного некий генератор, который будет генерировать оксид азота. В результате, в общем-то, возник аппарат. И, в принципе, в отличие от многих разработок в России, это не реплика с какой-то иностранной разработкой. Это оригинальный аппарат, которого на Западе пока нет. Это не нас повторять будет, а не мы их. Оксид азота – молекула особая. Этот газ расширяет сосуды, увеличивает содержание кислорода в крови, препятствует образованию тромбов. Изначально его использовали для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А вот с прошлого года он стал серьезным помощником в борьбе с ковидом. Аппарат очень удачный, на мой взгляд. Хорошо себя показал, особенно в период пандемии ковида. Аппарат применяется активно в кардиохирургии при трансплантации сердца. При трансплантации легких может применяться при лечении различных урологических заболеваний, в том числе последствия перенесенной липотрепсии за счет активизации кровообращения в ашемизированных органах. Сегодня в клиниках 50 таких приборов. Это очень мало. Но дело даже не в производстве, а в том, что методика пока не столь известна. Ученые надеются на помощь госпиталя. Есть две проблемы. Надо сделать соответствующее количество аппаратов. Это приблизительно 50 тысяч штук. С этим можно справиться. Но надо еще научить врачей пользоваться этими методиками и этим аппаратом. К сожалению, рядовая медицина этого не знает. У госпиталя Вишневского очень серьезный авторитет в медицинских кругах Российской Федерации. И то, что они делают, это некий эталон, это правило, которому надо следовать. По всему поводу я, честно говоря, надеюсь, что внедрение в госпиталь Вишневского будет для нас очень большим пиаром, кроме всего прочего. То есть он может стать тем учителем, который научит периферийную медицину. Это очень важно. И это не менее важно, чем создать этот аппарат и довести его до серийного выпуска. В госпитале планируют расширить применение прибора Тианокса и использовать при лечении ишемического инсульта. Они, хотя и военные врачи, на форуме, при погонах и званиях, но в первую очередь люди в белых халатах, для которых главное – спасти человека.